Начинается с того, что я стараюсь, чтобы никаких подготовительных идей у меня не было. То есть не то, что звать модель на определенную позу, в определенную картину. А именно, давай приходи, познакомимся, поговорим, посмотрим, что из этого получается. И вот эту девушку сначала думал сделать из нее что-то спящее. Вроде как простая поза, лежать несложно, будет легко позировать. Вот там, например, один из набросков, который был сделан именно в процессе первого позирования. А потом мне так понравилось, что вот этот вот взгляд получился, когда я начал готовить палитру краски, вот то, что там на столе сейчас валяется, начал готовить себе рабочее место у нее за головой. И так как ей все это любопытно, она начала за мной вот так вот, закинув голову, подглядывать. И настолько мне вот этот вот подглядывающий взгляд вверх ногами понравился, что после этого пошел уже в бабах вот такой вот набросок, практически вот с той же позой, как на холст вышло. И что вот, родная, мы с тобой придумали картину. Потому что именно вот так, под названием «Верх ногами», с вот этим вот взглядом, я и буду тебя делать. Отлично. Вот эта, которая рыжая, крутая. Ну, вот эта картина, я тебе сразу могу сказать, она, по-моему, на просторах интернета самый большой отклик имела. Ну, вот эта вообще была девушка очень замечательная, байкерша, крутая, там, с кучей ошибок понаделавшей в жизни, во всякие там хреновины понаблизавшие в жизни. Во все тяжкие. Она получавшая от этой жизни, да. Но, тем не менее, девушка абсолютно такого приятного характера, добрая, отзывчивая, не ставшая какой-нибудь там злобной тварью из-за того, что мир к ней был. Не всегда справедлив. И вот была задумана именно такая штука под названием «Мечтательница». Я ей включал музыку одного французского композитора, вот с таким же названием, она как-то всем этим прониклась и решила, давай делать такую крутую байкершу, которая вот, когда додумались до вот этого окровавленного бинта, ну, вскрыла венки, ну, погорячилась, ну, передумала, перебинтовала, села, закурила, там, забилась в комочек, пересидела, сейчас пересидит, ранки залижет, в себя придет, ну, и вперед дальше в бой, потому что... Ну, боец такая пожить, да? Не все потеряно, да. Ну, в общем, такой сильный женский характер, именно не какая-нибудь там сексапильная девочка, что обычно в живописи пишут, а именно, в общем, крутая девочка, где именно характер, а не внешность. Видно, независимый такой взгляд у нее. Ну, опять же, вот там, в том числе, один из набросков, который делался, когда там позу искали, как там руки складывать, когда, опять же, вот еще бинт не был придуман. Да, 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 то есть с этого начиналось, с этого этюда, да? А вообще, как тебе такие этюды, и как тебе такие сюжеты приходят в голову? С чего ты вдруг... Откуда этот импульс вообще исходил? Ну, опять же, от того, что человек такой охрененный. Потому что это же не из головы придумано, это вот не просто где-то там сидел, ковырялся в носу и думал, что бы сделать. Это вот знакомишься с людьми... Постепенно в разговоре раскрывается характер, и ты чувствуешь по каким-то меткам. Постепенно ты понимаешь, что вот именно с нее я вот такую картину и хочу сделать. Хорошо, тогда у меня к тебе вопрос, Жень. По сути, получается, каждый человек, ну, как говорили древние греки, это целый мир. То есть, получается, ты с каждым человеком, поговорив какое-то количество времени, понимаешь, и как ты чувствуешь, что вот с этого человека ты бы хотел, скажем, написать какую-то работу? Ну, иногда бывает, что человек просто попадает в уже какую-то историю существовавшую. То есть, когда мне нужен фактически актер для фильма. Замысел какой-то есть, там есть кого-то, кого хотел бы написать, но там невозможно написать, потому что человек в другой стране, допустим, живет. Понятно. В другом городе, там больше не общаемся, еще что-либо такое. Но, в общем, замысел хороший. И бывает, встречаешь человека, который действительно попадает вот в это. То есть, он почти такой же, и по внешности можно. То, что вот это вот с курильщицей, та же самая рыжая. Но если вот где она с бинтом, это делалась картина именно про нее, и с нее было начатое, то вот эта курильщица была задумана после той самой моей неудачной, там, любовной истории в Питере. Ты рассказывал о ней. Когда, да, когда все чувства были еще вовсю очень крутые, а возможности общаться уже не было. Как открытая рана. То да, хотя бы в картину это хотелось сделать, и вот тоже делался такой характер, опять же, крутой девчонки, люблю, видать, крутых девчонок, которая такая с рюкзаком легкая, на подъем, готовая в любой момент вот куда-то свалить. Что как бы в жизни-то и произошло. Поэтому делась, вот она останавливается на долю секунды, смотрит, что ей там, откуда лучик солнца, вот этот ей в глаз попал, тормозится с этой спичкой, и потом в следующую секунду она донесет спичку до сигаретки, закурит, и с хруста уйдет, и останется на хрусте, только вот красный забор и ничего более. Ты смотри как. И вот с этой рыжей, вот, хорошо, что она курила сама. Хорошо, что она действительно куряга, потому что, когда я увидел, как она закурила в одной из первых встреч, я понял, что от этой картины она не отмотается, потому что мне нужно найти вот это положение рук человека, закуривающего на ветру, и чтобы оно было одновременно и красивое. Чтобы был вот этот пойманный какой-то момент, когда и руки лодочкой, и горящая спичка, и вот это вот действительно ощущение там секунды, что секунда сейчас пройдет, и все. Понятно. Здорово. Драка, но это опять же после того момента, когда в Питере действительно была реальная драка. Ну вот я тогда, когда был в последний раз, ровно год тому назад, в эти дни, тогда эта картина только задумывалась. Ну тогда там эскизик вот где-то, да, 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 да. Примерно такой же. Но, опять же, то, что вот в такой момент, когда сам поучаствуешь в подобном, хочется сделать, когда, ты понимаешь, насколько с мелочи какой-то все это может закрутиться, когда там кривое слово, там не тот взгляд и все прочее выливается сначала в пихание в грудь, потом в махание кулаками, а потом вот когда здесь нож появляется, это уже становится понятно. То есть все было серьезно, да? Ну у меня против ножа была драка, да. Против ножа, да? Если бы не было рядом, как специально нарезанных обрезков труб из-за того, что дом ремонтировался по соседству, и мне бы не было чем отмахаться, то могло бы все хреново закончиться, да. Слушай, ну это уже тогда получается. А тут повезлоем на то, что была труба, и труба я попала, а там парень был пьяный, ножом промахнулся несколько раз, когда мог и попасть. Поэтому парень получил по голове, и его друзья, внезапно откуда-то появившиеся, тут же запросили мир, и, так сказать, все нормально, расходимся, чего вы тут связались. А тут, ну как бы, уже делаю не поединок один на один, а вот такую вот драку, именно там группы на группу, которая не пойми с чего началась, и которая из-за того, что появились ножи, может уже не там, не молодецкой удалью и разбитыми носами, что не страшно, а закончится чем-то гораздо хуже. Конечно. Из-за опять же какой-то фигни начавшейся. На пустом, в общем, да, всего этого? Когда могут остаться трупы, и не вспомнят, из-за чего схватились-то. Жень, про эту работу, которая ниже, вот она мне очень понравилась, и это уже совершенно новая. Ниже это, как раз в Испании, в тринадцатый год, в поездку, познакомились тогда с двумя англичанами. Пара, которая, вот не сказать, что они были гопниками какими-нибудь, они просто были вот парой таких бойцов, которые любили с удовольствием влезть как раз в какой-нибудь конфликт, и ухарски, молодецки, помахаться. Причем, что парень, что девчонка абсолютно друг друга стоили. Вот. И он был вот как раз... Что, и девочка была такая же? И девочка была такая же, она без следов там, поражения была. Видать, она как-то, парень за нее стоял горой, и голова была тогда у парня пробита и замотана. Ну, а что называется? Она молодые волки называется. Вот тогда, что называется, таких молодых волков очень хотелось сделать. В общем, что-то такое. Боевитая пара, которая именно как пара волков такие вместе. Здорово. Вот как уже говорил, что первая модель как-то не пошла, и картина просто остановилась, хотя поза, цвет, все было уже, ну, примерно понятно, как писать. Ну, вот, не та модель и просто не то. Не верю, кино не складывается. Но ты на нее работал, уже приехав... Ну, вот, когда ты... У меня был год назад, она уже была начата, просто она стояла у стены в зачаточном состоянии, я ее не показывал. И вот она лежала-лежала, потом ба-бах, правильная модель, и сразу полное осознание, как писать картину, как ее закончить. И она пошла. То ее нужно именно вот таким вот образом, в таком этюдно-незаконченном виде делать. Напомню, мы снимаем в 2016 году. И закончена она была, по-моему, где-то в июне 2016 года. Она чета примерно то ли в конце 2014-го, то ли в начале 2015-го. В общем, где-то так она была. То есть, идея тогда родилась. Классно. Так, про эти этюды. Очень мне понравились этюды. Я впервые в таком количестве вижу. Про испанские не будем говорить ничего. Почему? Потому что это требует отдельного разговора, и я еще не вник, я их не видел. Эти работы, они мне как бы родные. Я их видел, я их живую ощущал, как бы. Расскажи, пожалуйста, про эти этюды немножко. А это как раз вот то, что рисуется в процессе подготовки. В процессе подготовки, да. Опять же, знакомство с моделью, когда просто что-то она отдыхает и рисуется. Именно, чтобы просто рисовать, параллельно рисовать, рисовать, рисовать. Потому что у меня как-то ставка делается именно не на придуманную живопись, а на то, что должно само собой родиться. Потому что есть уверенность в том, что если ты правильно себя ведешь, если ты там не пьешь водку, а много-много рисуешь, то в конце концов что-то ты находишь такое настоящее, которое не придумается. Какая-то поза возникает правильная, потому что даже самая зажатая, самая робкая модель по прошествии какого-то времени на какую-то секунду такие раз и занимает позу, из которой получается картина. когда она наконец-то чуть успокоится и станет сама с собой. Кстати, вот рисунок с модели, которая в итоге вверх ногами была написана картина. А начиналось все с этого? А вот на черном диване, который вот там в углу мастерской стоит, вот это был именно момент отдыха, просто какое-то валяние и модель может отдыхать, а художник обязан все-таки постоянно рисовать и что-то работать. Поэтому... Вон опять же рисуночек, когда идешь провожать модель. Когда она там одевается, а ты там носки натягиваешь, чтобы ее там довести куда-нибудь или в такси выйти посадить. Оригинально. Это кимошки одна отставалась. Вот это тоже. Один набросчик, другой набросчик. Испанцы, пьющие в баре. Вернее, испанцы, ирландцы. Ирландцы. Они в цветах ирландского флага. Это в том же ирландском порту. Слушай, вот этот великолепный. Это в порту? Угу. Такой ход недалеко вот в Дублино маленьких городов. Хавер Барден под зонтом гуляет. Да, я узнал его. Знаменитый актер. Опять же, вот еще один эскизик к рыжей. Вариант, тоже думалось, ей может какую-нибудь там татуировку на руку сделать. И поза была совсем такая, еще не найденная. Да, это рыжая. Слушай, ну она трогает. И вот ее смотришь, действительно работа. Это набросочек поющий из музыки в моей голове. Это из серии, да? Угу. Это набросочек красной танцовщицы, которая... в процессе тоже разные наброски. Это, опять же, тоже вот красной танцовщицы делалось. То, что она в итоге танцует в красном платье, не значит, что она ко мне приходила в красном платье. Она приходила в черном платье. И вот тут она в промежутке такая веселая в кедах там и прочем сидя бы улыбалась. За один сеанс сколько ты успеваешь таких этюдов сделать? Ну, если все хорошо, то 4-5. 4-5. Параллельно с болтовней, вином, разговорами и всем прочим. Ну, а вино способствует, помогает? Способствует. Потому что... Расслабляет, да? Ну, да. Разумеется, все зажатые, все напряженные. Ну, естественно, когда приходили. Не давнее знакомство, а вот-вот. Дальше объяснять. Ты мне покажи лучше последнюю вот эту работу. Для меня очень интересна оказалась тематика. Вот еще два наброска, которые делались с девушкой, которая вот вверх ногами опять же на холсте. Просто у подоконника, по-моему, она там йогурт ела или еще что-то. Тут что-то делает. Тут она была в таких ярко-алых сапогах. Вот этот я помню. Я просто сказал тогда, ну вот, понадевай, поснимай сапоги, потому что они у тебя такие красные, как же их там не использовать. Это папа. Это папа, да, в процессе. Кстати, эта работа очень интересная. портрет эта. Она вошла в каталог, вот у тебя каталог, я видел. Она там, да? Угу. Замечательно. Так, просто руки. Тут опять же, это даже потоп был в доме. В чем не повод для набросочка, когда воду вытираешь там двухсантиметровую. Поход в Пушкинский. Был повод, это чья была? Караваджо. Караваджо приезжала. Караваджо, да. Опять же, вот рыжая, кудрявая отдыхает в процессе позирования. А ты в том году успел на Серова, нет? Успел, конечно. Отправляются.